Русская литература известна в первую очередь своими классиками золотого и серебряного веков. Однако и современная русская проза представляет большой интерес. В современной литературе известно много ярких имен. Одно из них – Георгий Каюров. На прошлой неделе он побывал в Славянске-на-Кубани. О жизни и творчестве известного писателя смотрите в репортаже Надежды Неткочевой и Георгия Калинина. И дождь крапит, рисуя слезы, и сердце повторяет точь-в-точь. Стоят в безмолвии березы, тоске повелеваю, прочь и прочь. Любовь – это не то большое в начале, а то малое, что донёс до конца. Это отрывки из произведения одного известного писателя современности Георгия Каюрова. Член Союза писателей России, главный редактор литературного журнала «Наше поколение». Начал свою творческую деятельность, будучи ещё школьником. Первый мой опыт был это в школе-интернате. Я тоже вот здесь в Славянске учился в школе-интернате. И у меня был друг хороший Юрка Серебрянский. Так вот, Юрка Серебрянский что-то там пописывал. И я на его примере решил тоже что-то сесть написать. И вот никогда не забыл, купил себе новенькую красивую тетрадку. Почему-то мне думал, что писать нужно начинать именно с новой тетрадки. Новую ручку прямо с новой пастой. И сел и вечером и написал такую красивую фразу «Откуда-то со стороны океана в Буэнос-Айрес залетало». И никак не мог придумать, что же залетало. И долгие годы я эту тетрадку таки хранил с этой фразой. На этом роман мой закончился. А назвал красиво. Не задумываясь о карьере писателя, Георгий поступил в Славянский сельскохозяйственный техникум. Там на его жизненном пути встретился преподаватель Валерий Симонов, которого Георгий Александрович считает своим крёстным отцом в литературе. Прежде всего начнется с того, что я не планировал быть писателем. И всячески сопротивлялся этому в юности. Особенно, когда учился в техникуме и в нашем славянском техникуме. И Валерий Васильевич Симонов, наш преподаватель по тракторам, который нас обязывал прямо все работы технические, связанные с тракторами, сельхозмашинами, он обязал писать заключительную главу литературную, стихотворение, эссе, написать какой-то, биовый стих. И вот я один из, наверное, немногих, кто сопротивлялся очень жёстко, писал на него жалобы, вот жаловался ходил и объяснял тем, что я не собираюсь быть писателем, а вот хочу посвятить себя биологии, аграрным каким-то наукам. Георгий Каюров – человек простой и открытый. Он не только интересно пишет, но и умело общается с аудиторией. Атмосфера живого общения с писателем не оставила равнодушным ни одного студента факультета филологии филиала КубГУ во время встречи в городской библиотеке. Писатель – это прежде всего судьба, уверен Георгий Александрович. Темы произведений писателя взяты из современной жизни. Его герои – это люди, живущие в наше время, среди нас. Творчество автора отличается ярким самобытным языком, высоко отмеченным не только среди русского читателя, но и за границей. Прежде всего, помните, что читающий человек – это всегда успешный человек. Это всегда успешный человек. Не придумали другого способа для развития человека, для того, чтобы он был красивым. Не придумали другого способа, кроме как чтения. Нету другого. Третье – у вас должна быть в моде, должно у вас быть модным не только одежда, аксессуары. Это всё тоже должно быть. Это элемент нашей жизни, мы от этого никуда не денемся. Но обязательно должна присутствовать в личной жизни мода на чтение. Есть такое выражение – люди перестают мыслить, когда прекращают читать. И это, безусловно, правда. Книга обучает культуре ума, принуждает глубже мыслить, тренирует внимание, наполняет память и дисциплинирует ум. Именно поэтому Георгий Каюров и в дальнейшем будет приезжать в разные города и продолжать встречи со студентами. Ведь главная цель автора – вновь возродить моду на чтение. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».